Газоном это назвать уже нельзя. Колеса превратили его в пустошь. Помещается здесь аж около 10 машин. Скорее всего, это клиенты СТО, расположенные по улице Фрунзе. Бишкек на грани транспортного коллапса. Катастрофически не хватает парковок. Автовладельцы оставляют машины, где придется, даже на зебрах и тротуарах. Порой паркуются в два ряда, снижая пропускную способность и без того узких дорог. Внутренние дворы спальных районов тоже загромождены. Высотки растут. О стоянках думает не каждый застройщик. Машины припарковывают даже на детских площадках. Даже тротуар наш это загораживает. Машина может припарковаться, с коляской даже не проехать. В Бишкеке официально проживает 900 тысяч человек. По факту же миллион 300 или более. А вот транспортных средств в городе свыше 300 тысяч. Получается, что на каждого четвертого человека приходится по машине. Столица, особенно ее центральная часть, не рассчитана на такого количества автомобилей. Дефицит парковочных мест стал частой причиной нарушения ПДД. Борьба инспекторов с неправильной парковкой пока не дает результатов. Никакой альтернативы, кроме штрафов, инспекторы предложить не могут. Ежедневно эвакуируется около десяти легковых автомобилей. За нарушение правил остановки в прошлом году составлено около 60 тысяч протоколов. В остановке автотранспорта в неположенном месте штраф предусмотрен тысячу сумм. За эвакуатор, за услуги эвакуации тысяча пятьсот сумм оплачивает нарушитель. В городской администрации о нехватке парковочных мест знают. Эту проблему не раз обсуждали на заседаниях. Все обещают построить ярусные парковки. Но ВОЗ и ныне там. Там очень много вопросов, связанных с правовым статусом земель, которые будут использованы под многоуровневые парковки. Но мы сейчас рассматриваем еще несколько мест, в которых будут сделаны многоуровневые парковки. Также в парламент внесены изменения в земельный кодекс, которые позволят организовывать парковки в местах общего пользования. Но они будут платными, как в Москве и Лондоне. Чем ближе к центру, тем дороже. Демир Абазарбаев, Азамат Хадыр Тохтоев, Общественный Первый канал. Было. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует...